Просроченные медизделия обнаружили в областном кардиологическом центре. Специальная комиссия передала документы в Нацбюро по противодействию коррупции для проведения расследования. Рассказывает Алия Алмухамбетова. По предварительным данным, катетеры, проводники и другие медизделия были нестерильны. Часть с истекшим сроком годности. Общий объем потянул на более чем 100 миллионов тенге. По обращению гражданки К, поступившей в управление здравоохранения, сопроводителем письмом с антикоррупционной службы, по факту использования изделий медицинского назначения однократного пользования. Нами создана рабочая группа, была проведена проверка. Препараты обнаружены, но в интересах следствия факты не разглашаются. Материалы передали в прокуратуру и Нацбюро. Не исключают, что по итогам будут приняты меры в отношении ответственных работников. Согласно правилам, изделия, у которых нарушена герметичность, должны актироваться, подвергаться утилизации и списанию в короткое время. Что касается препаратов, то по мнению министра здравоохранения Ельжана Бертанова, люди жалуются на отсутствие бесплатных лекарств из-за некачественного планирования. Ёлки-палки, почему вы, так сказать, не можете эту ситуацию заранее заблагать? Ну, видите же, как потребление идёт. Не бывает же такой вспышка заболеваемости диабетом. С момента заявки, когда она от вас пришла, и когда мы её вам выдали, у нас 3-4 месяца проходит. Потому что мы заявку делали на завод. Завод запускает линию, потому что он сегодня производит для Казахстана на казахском языке. Напечатал, завтра ставят для Венгрии на венгерском языке. И он не может завтра отключиться. Казахстан забыли ещё одну коробку. После того, как министр дал нам задание в устном порядке, мы дополнительно собрали всех руководителей медорганизации, разработали определённый график, и чтобы планирование было по потребности нашего населения. С учётом миграции, с учётом переселения и с учётом вновь выявленных заболеваний. Напомню, два десятка жителей региона обратились к министру с коллективной жалобой. Помимо этого, пенсионеры сняли на видео очереди за бесплатными препаратами. По их словам, ждать приходится часами, а иногда и вовсе приходить по несколько раз.